Предотвратить беду. Сегодня инспекторы надзорной деятельности регионального МЧС совместно с соцработниками провели очередной рейд по семьям из групп социального риска. Жителям напомнили необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту. Ирина Подзолкова с подробностями. Первый адрес – один из домов по улице Железнодорожная. Здесь живет многодетная семья. Хозяева уверяют – к правилам безопасности относятся серьезно. Обогреватели стараются не использовать. Газовый котел проверяют по графику. Электросеть не перегружают. Такая ответственность заслуживает похвалы инспекторов надзорной деятельности. Соблюдайте все основные требования, чтобы в вашем доме не произошел пожар. Дети тоже научены. Да, дети спички. Спичками не пользуемся вообще. У нас даже на плите нету их. Ничем не пользуемся. Очень хорошо. Поэтому с техникой безопасности у нас все знают. Мы, конечно, об этом следим. Мы смотрим, чтобы нигде не коротило. Если где-то там что-то затрещало, я вызываю сразу электрика. Поэтому, чтобы у меня не загорелось, как много случаев везде и в домах. Поэтому у нас службы такое еще ни разу не приходилось вызывать. И думаю, не придется. Следующая точка – общежитие на Чечерина. Нарушения обнаруживают сразу на входе. Недоделанные розетки и неисправная проводка. Жильцам спешат дать совет по устранению. Лучше купить металлические лестники. Потому что может быть загореться. Поэтому, как видите, будем идти подальше в микроволновку брать. Еще один адрес – Сумская, 5. Здесь нарушений не выявлено. Электропроводка исправна, бытовые приборы используют правильно. Перед началом отопительного сезона сделали профилактику газового котла, обратившись за помощью к специалисту. Мы только делали профосмотр. Он сделал профилактику. После года он отработал. У нас мы сделали профилактику. Он промыл, все сделал, подготовил его к сезону. Всего в группе риска в Белгороде находятся 144 семьи. Сотрудники МЧС регулярно посещают их и напоминают о важности соблюдения правил пожарной безопасности, в том числе при эксплуатации электронагревательных приборов, газового оборудования и печного отопления. В ходе рейда мы, прежде всего, напоминаем жителям о соблюдении требований пожарной безопасности, таких, чтобы жители не забывали отключать электрооборудование, которое они пользуются после ухода из дома, а также о запрете использования электрооборудования с неисправностью какой-нибудь, видимо или невидимо. Чаще всего среди населения встречаются такие нарушения, как эксплуатация электрооборудования самодельного, что запрещено. В ходе рейда мы очередной раз им напоминаем то, что запрещено использовать электрооборудование самодельное и рассказываем, по каким номерам телефона необходимо сообщать о случившемся происшествии. Такие рейды будут проводить регулярно до окончания отопительного периода. Стоит отметить, что только с 1 сентября текущего года в Белгороде произошло 24 пожара, при этом два человека погибли. Основные причины – нарушение правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. Ирина Подзолкова, Андрей Андрийко. К этому часу Белгород.